В 95-м году государство сказала гражданам, мы признаем это внутренним государственным долгом. В 97-м определила сумму переводного рубля, а потом сказала, вы знаете, мы вам ничего не должны. Это что называется? Это как называется? Это мошенничество вообще-то. Вам же Куриный задал вопрос, вы признаете этот долг и не признаете? Вы так и скажите, что граждане, мы вас кинули. Вот и все, и тогда никто не будет надеяться уже. Нет, вы говорите, нет, мы вам вернем. И так 20 лет подряд. Вот и сейчас и докажите делом, что вы не на словах, а на деле готовы выполнять свои обязательства перед гражданами. Очень важный законопроект. Речь идет о гражданах, которые потеряли вклады в Сбербанке аж 28 лет назад. Поэтому, ну, пора бы уже и честь знать, пора бы уже начать возвращать эти долги. Тем более, что граждан, которые претендуют на возврат этих денег, их все меньше и меньше. Но за 28 лет их существенно меньше стало. А возможности государства по возврату долга резко увеличились. Я только что вам назвал цифры. Более 5 триллионов рублей мы не потратили, собрали, но не потратили. Кроме того, этим законопроектом устанавливается, что от совокупного долга Российской Федерации перед гражданами мы должны выплачивать не менее 2,5%. То есть даже с учетом нашего законопроекта, если учесть, что весь долг оценивается в 40 триллионов рублей, то мы будем платить только чуть больше 1 триллиона рублей. Напоминаю, только что еще раз повторю, более 5 триллионов рублей на собранное, но не израсходованное. Мы предлагаем 1 триллион, а если быть точным, 1 триллион 135 миллиардов направлять на эти нужды. Сейчас федеральный бюджет на эти нужды направляет 5,5 миллиардов рублей. Это почти в 200 раз меньше, чем мы предлагаем. Естественно, что если такими темпами мы будем рассчитываться с гражданами, то нам на это потребуется 800 лет. Но пока у нас не изобрели такого эликсира долгожития, чтобы люди жили по 800 лет. А вот 40 лет прожить вполне можно. Если хотя бы люди, которые потеряли вклады, не доживут, то хотя бы их наследники доживут до этого времени, чтобы мы полностью рассчитались с ними. Проблема заключается в том, что законопроект был подан 0.03.07.2019 года, и некоторые положения этого законопроекта просто физически устарели. Например, предполагалось, что он вступит в силу с 1 января 2020 года. В законопроекте не учтены изменения в других федеральных законах, что препятствует, собственно говоря, например, выделению тех же самых 2,5% от общего объема бюджета на погашение этой задолженности. Самая большая проблема, это проблема все-таки с финансово-экономическим обоснованием, на мой взгляд. Здесь уже уважаемый докладчик говорил по поводу 800 лет, но если мы будем гасить в течение 40 лет, то это тоже немногим, собственно говоря, лучше. Вы ссылаетесь на то, что законопроект 73 ФЗ 1995 года о восстановлении защиты сбережений граждан Российской Федерации сегодня устарел, и в связи с этим его невозможно реализовать, что ряд положений в нем устарели. В связи с этим простой вопрос комитета, в приличном обществе же долги принято отдавать, нет ли тогда желания у комитета поменять этот закон, чтобы он был не устаревший, чтобы он работал в нынешней действительности, если вам не нравится наша редакция, почему комитет не предпринимает действия, если он признает, что тот законопроект не работает и он устаревший? Дмитрий Александрович, я не даю политическую оценку этому вопросу. Я говорю не о том, что устарел 73-й закон, я говорю о том, что тот законопроект, который внесен сегодня, он устарел и был внесен 03-го, 07-го 2019-го. Его вступление предполагается с 1 января 2020 года, то есть эту дату мы уже с вами прошли просто физически. Помимо всего прочего, необходимо еще в том числе включать изменения в 73-й федеральный закон, значит, если будут инициативы, то есть в заключении комитета никоим образом не сказано о том, что данная инициатива не требует своего рассмотрения или она не является актуальной. Да, вопрос является актуальным, да, инициатива требует рассмотрения и эта проблема требует своего разрешения, но в том виде, как она сегодня существует, она разрешена быть не может. Основная идеологема нашего сегодняшнего общества, вокруг которого вертится и крутится вся наша деятельность, стоит в том, что были проклятые 90-е, сейчас наступили светлые времена. Но если одна из важнейших проблем, которые были заложены в 90-х годах, не решена до сих пор в нынешнем светлом обществе, которое резко отличается от проклятых 90-х, то, может быть, проклятые 90-е и не заканчивались, они так и продолжаются у нас, по сути, или не так. Потому что миллионы людей, огромное количество избирателей ставят этот вопрос. Были деньги и денег нет. Что будем делать? Когда будем возвращать? Наша страна является правоприемником СССР и недавно были внесены соответствующие изменения в Конституцию. Тех проблем, которые перешли на сегодняшний день, их достаточно много, в том числе и эта проблема. Если вы посмотрите на общую цифру, а именно 43 триллиона рублей, и необходимость выплат ежегодных по 1 миллиону 300 миллиардов рублей, то поймете, собственно говоря, соотношение, при том, что наш бюджет составляет порядка 20 триллионов рублей на сегодняшний день, Российской Федерации, я имею в виду, то поймете соотношение. И это только одна из проблем. Но не оценивая эту проблему, еще раз, а говоря только о юридико-технических проблемах, я говорю, что этот закон в том виде, в котором он есть, принять невозможно. Дмитрий Станиславович, представитель комитета, к вам вопрос. Мнение комитета общее, все-таки принять невозможно, формальные причины, запитая не с той стороны стоит, не тот срок, который, в принципе, к второму чтению можно поправить. Мнение комитета, этот долг отдавать надо государственно или надо забыть? Как, например, это произошло с капитальным ремонтом. Я напомню, что длительное время процедура действовала, возможности взыскания с муниципалитетов права на непроведенный капитальный ремонт, а потом Государственная Дума аккуратненько пару лет назад закрыла. Спасибо, Алексей Владимирович, за вопрос. Действительно, мнение комитета таково, что эту проблему решать нужно, что это важная и значимая проблема. Существует несколько подходов к решению этой проблемы, в том числе и в таком виде, в котором она подана в качестве законодательной инициативы. Но сегодня она принято быть не может, поскольку, я уже сказал, есть проблемы юридико-технического порядка. Спасибо. В 95-м году государство сказало гражданам, мы признаем это внутренним государственным долгом. В 97-м определило сумму переводного рубля, а потом сказало, вы знаете, мы вам ничего не должны. Это что называется? Это как называется? Это мошенничество вообще-то. Как так можно относиться к своим гражданам? Значит, всем остальным мы долги отдаем, а своим гражданам кутишь с маслом, что ли? Ну ладно, когда принимали в первый раз такое решение, еще раз говорю, тогда дефицитные бюджеты были, тогда можно было понять. Но сейчас-то как вы это объясните? Я вообще не понимаю вообще никаких объяснений. То есть вы настолько расслабились, что даже не собираетесь объяснять это, понимаете? Вот Дмитрий Станиславович Криванов говорит, проблема есть, решать ее надо. И в том числе тем же способом, который поставили авторы законопроекта, но юрикотехнические какие-то сложности. Какие сложности? То, что тут дата вступления в силу 1 января 2020 года, так подождите, закон-то в прошлом году был внесен. Ну естественно, мы поставили дату 1 января следующего года. Вы бы еще 5 лет его мурыжили здесь, и потом бы мне сказали, да он устарел, 5 лет назад его надо было вводить. Какие сложности взять и поменять дату на 2021 год? Какие еще юрикотехнические сложности здесь в этом законе есть? Ни одной этой сложности я не услышал. Мало того, если в предыдущих отказах правительство хотя бы описывало размер этого внутреннего долга и признавало цифру, что это там 40-50 триллионов рублей, цифры-то мы из отчетов правительства взяли. Теперь они вообще это по умолчанию? То есть просто умалчивают, что как бы нет этого долга. Вам же куриный задал вопрос, вы признаете этот долг и не признаете? Вы так и скажите, что граждане, мы вас кинули. Вот и все, и тогда никто не будет надеяться уже. Нет, вы говорите, нет, мы вам вернем. И так 20 лет подряд. Господа, ну так же нельзя. Ну почему мы так издеваемся над гражданами? Они не доживают, они просто не доживут. 28 лет уже ждут. Ну сколько? Ну давайте мы, ну если бы вы им пенсии платили, если бы у нас здравоохранение работало, тогда бы люди жили по 120 лет и дожили бы, и подождали бы еще. Но люди не доживают до этого возраста, потому что вы им вклады у них забрали, пенсию не индексируете, здравоохранение не финансируете. Выживаете как хотите. Ну кто-то может быть и доживет. Ну слушайте, ну у меня просто слов нет. Ну вы хотя бы возразите как-то, понимаете? Вы даже возражать не хотите. Просто обленились совсем. Спасибо. Вот все вопросы говорят таким образом выступающие, что деньги эти якобы пропали. Но деньги, как они могут пропадать? Вербанке, Советского Союза эти деньги не лежали в каких-то сейфах. Если сейфы наличные какие-то лежали, это были совершенно небольшой объем денег. Все эти деньги были реализованы промышленные предприятия, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство. То есть это в принципе как раз были деньги, которые вложены в развитие экономики. И то, что после этого уже отказываясь вернуть эти деньги, начали приватизацию, как политическую задачу формирования частных собственников, чтобы завить последний гвоздь коммунизму. Вот это все сегодня говорит о том, что деньги эти нужно отдавать. И эти деньги, они возложены в тех самых предприятиях, которые сегодня имеют у нас олигархи. И соответственно, давайте подходить к этому вопросу. В конце концов, действительно, нравственность в нашем обществе должна быть. Тем более, Конституция требует, что не только по закону, но и по нравственности сегодня должны все эти вопросы решать. Поэтому наша фракция предлагает всем фракциям поддержать данный законопроект. Кроме этого, это не есть еще окончательное решение самой этой проблемы. Надо Государственной Думе, нашим комитетам работать дальше, вместе с Советом Федерации, в новых сегодняшних условиях, настоятельно требовать, чтобы вернуть. Потому что без этого будущего в России нет. Спасибо за внимание. Конечно, очень эмоциональное выступление докладчика. Коллеги, но, по-моему, ни в выступлениях президента, ни правительства, ни членов партии «Единая Россия» ни единожды не звучало, что мы отказываемся от долгов. Это такое обвинение яркое, конечно, но не имеющее никаких оснований. И самое главное, коллеги, данный законопроект не имеет никакого отношения к этому действию, к возврату долгов, потому что он, во-первых, противоречит 73-му федеральному закону, в котором четко определено, что правила, формы, условия передачи долгов осуществляются федеральным законом, а не, как сказано в этом законопроекте, что это определяет правительство Российской Федерации, да еще и в 30-дневный срок. Эти действия определяет только федеральный закон. Второе. Речь идет об осигнованиях, которые регулируются, конечно же, бюджетным кодексом. В данном законопроекте об этом нет ни слова. Валерий Кавлович об этом не обмолвился. Ну и третье. Конечно, 1 триллион 135 миллиардов рублей для инноваторов – это не очень большие деньги, но, на наш взгляд, в сегодняшних условиях это громадные деньги, которые мы пока не знаем, где взять. Тем более, в таких условиях, в которых мы сейчас работаем, каждая копейка на счету, коллеги. Источники, те, которые прописаны в данном законопроекте, они не определены по существу, а сказано, что эти деньги мы возьмем от улучшения внутриэкономической ситуации, которую мы, к сожалению, на сегодняшний день не наблюдаем. Поэтому наша фракция будет голосовать категорически против данного законопроекта, коллеги. Спасибо. Ну, наконец-то я хоть услышал какие-то возражения. Вот теперь я по существу услышанных возражений сейчас выскажусь. Потому что до этого пока даже никто и не возражал. Первое. Фракция «Единая Россия» признает это внутренним государственным долгом и считает, что их нужно возвращать. Хорошо. Но при этом говорит, это в заключении комитета написано, «Дескать, этот закон противоречит 73-му федеральному закону?» Какой статье? Извините. Федеральный закон 73-й описывает, что да, в соответствии с федеральным законом мы должны возвращать эти вклады. Но дело в том, что у нас этот федеральный закон был принят. 4 февраля 99-го года он был подписан президентом Ельциным. 21-й федеральный закон. Зайдите, посмотрите, погуглите. Принят он был 3 декабря 97-го года в Государственной Думе и Советов Федерации одобрен, где был установлен переводной рубль, где было сказано, что правительство Российской Федерации и далее по тексту должно принять там решение. Мало того, там было написано, что президент Российской Федерации должен привести в соответствии с этим федеральным законом свои указы. Все. Федеральный закон был принят. Там все поручения разданы. Не хватает только порядка, который должен установить, должен быть установлен правительством Российской Федерации. Вот его не хватает. Поэтому мы дополняем своим законом. Мы говорим о том, что мы приостанавливаем действия законов, приостановивших действия федерального закона от 95-го года и от 99-го года. И это значит, что мы снимаем мораторий на финансирование этих обязательств. Потому что мораторий на финансирование этих обязательств был установлен именно при принятии законов о бюджете. Каждый раз закон о бюджете принимался, и к нему кипа законодательных актов, действия которых приостанавливаются якобы на том основании, что нет денег. Вы мне сейчас говорите, а где мы возьмем этот триллион? Коллеги, так вы загляните. Вот на прошлой неделе мы с вами утвердили бюджет 19-го года, за который вы, кстати, проголосовали. Там профицит 2 триллиона рублей. Это в два раза больше, чем нам требуется по возврату вкладов. Бюджет 19-го года точно такой же был. 2,75 триллиона рублей. Гораздо больше. Вы мне говорите, где взять деньги? Да я вам говорю, вот они в бюджете. Возьмите в бюджете. Законом о бюджете эта норма и приостанавливалась. Если вам этих денег мало, посмотрите, поднимите, примите наши законопроекты о возврате НДС экспортерам сырья. Еще 2 триллиона рублей оставите в бюджете и так далее. Поэтому никаких юридических оснований отклонять этот закон нет. Финансовых оснований его отклонять нет. Вы признаете это внутренним государственным долгом. Так что вам мешает его выполнить свои обязательства перед гражданами? Вот и сейчас и докажите делом, что вы не на словах, а на деле готовы выполнять свои обязательства перед гражданами. Спасибо. 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 Коллеги, ставится на голосование проект федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты в части установления гарантии восстановления и защиты сбережений граждан Российской Федерации. Покажите результат. Не принимаются. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!